Почему стрелки часов вращаются по часовой? О, это очень сложный и интересный вопрос. На самом деле ответ достаточно простой и примитивный. Потому что раньше были солнечные часы, и солнце всегда отбрасывает тень по часовой. Вроде бы все понятно, но если чуть-чуть поглубже подумать, давайте подумаем, а почему тень идет именно по часовой стрелке, от палки, которая стоит в земле. Вкапываем в землю колышек и наблюдаем, как тень двигается по часовой. На самом деле она не двигается по часовой, она двигается по часовой, если смотреть сверху. Если же мы поставили бы ее на стекло и смотрели бы снизу на тень, то тень бы начинала двигаться против часовой. Давайте я вам это поясню. Смотрите, вот например, куда вращается кисть. Заметьте, у каждого человека есть вращение кисти. Вот сейчас на видео, если посмотреть вот отсюда, вот так, если я смотрю с вами вместе вот так, то вращение идет, соответственно, видите, против часовой. Но если на эту же руку, в эту же конструкцию посмотреть с обратной стороны, то вращение идет по часовой. То есть вот вращение по часовой и вот вращение против часовой. Тут важно, откуда вы наблюдаете, стороны объекта с фронтальной или с задней. Но задние и фронтальные стороны объекта, они тоже не совсем понятны, что это значит. В любом случае, движение, когда от наблюдателя начинает двигаться слегка направо и называется по часовой. Когда движение слегка налево, многим называется это против часовой. Например, когда водителю говорят, крути рулем по часовой, подразумевается, крути направо. Когда ему говорят, штурвал против часовой, налево. Почти всегда это связано с вращением. Какие тут еще интересные термины? За рубежом, кстати, это называется clockwise и Anti-Clockwise или Counter-Clockwise, что переводится как буквально по часам и против часов. Кстати, в России есть часы, которые двигаются против часовой стрелки. Они называются античасы. Есть и советские античасы, есть и всякие прикольные подарочные античасы, которые идут в обратную сторону против часовой. Есть даже церкви, у которых в Европе по циферблату двигается стрелка против часовой. Но если браться и изучать все в глубину, то надо понять, почему вообще-то при виде сверху, когда смотрите на колышек солнечных часов, почему все-таки тень идет по часовой, а не против часовой. Ведь вопрос-то, по сути, таким и остался. Мы лишь обсудили аспекты, указали другую причину, что это не люди придумали, а солнце так сделало, но не ответили почему. Так вот, ответ в создании Вселенной. Уж так получилось, что планету вокруг нашего, планеты Земля, вокруг Солнца, которая и сама вертится, и вертится вокруг Солнца, запустили именно в одном направлении, а не в другом. Ответный отпрос не знает никто. Мы были рождены, и вот у нас так. Со временем мы это обнаружили, исчислили, поняли, как двигается Земля вокруг Солнца. Но почему именно в эту сторону, никто не знает. Ну, вот так просто повелось. Этот ответ сложный, такой же, как большой взрыв, но мы можем воспринимать это как некую фундаментальную силу природы, которая указывает, что все в этом мире, оно должно развиваться по часовой, то есть направо. И, соответственно, учитывать это и использовать глубже ответа вы не найдете даже у самых-самых известных ученых. Вот такая суть.